Камеру уберите! Камеру уберите! Мы имеем право на ульте снимать! Мы находимся на ульте! Уважаемые зрители нашего канала! Сегодня 29 мая 2018 года. Мы находимся на территории Новой Москвы. Это недалеко от Фуд-Сити. Вот, пожалуйста, оператор, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, покажите. Это мировой судья, 431 участка. Мы ждем конвой из Бутрыцкой тюрьмы. Должны привезти сына гражданина Узбекистана, тоже гражданина Узбекистана, который обвиняется в хищении велосипеда. Но вот отец, с его слов, велосипед, оказывается, он старый. Весь такой в разваленной, сварочные, ремонтные работы были. И он, оказывается, его сын купил якобы за 500 рублей. Но ему инкриминируется, что велосипед стоил якобы 3000 рублей. По законодательству, если сумма украденного меньше 1000 рублей, не должно возбуждаться уголовное дело. Но они, следователи, натянули старый металлолом до 3000 рублей. И сейчас его сын находится в тюрьме, в Бутырке. Вот сейчас мы ждем с минуты на минуту, должны подвезти. Хоть что-то поздноватое начали судебное заседание. Ну, вот я сейчас микрофон передаю отцу подсудимого. Пусть он полностью представится, расскажет, что было, как сможет. Основное я добавлю, если трудно с русским языком, я постараюсь перевести. Представьте, пожалуйста, откуда вы, фамилия, имя. Какая область? Какое место? Кашкадарья, Чарахче, Раян. Можете на густе что-нибудь сказать? Ну, тогда я микрофон передам, а вот еще товарищи. Я уразову ктам, Саид Мурадович. Ну, ну, я... Шарапович, работал здесь два года. Он на 500 рублей покупал это. А теперь не знаю, его закрыли, с чем, с чем. Я, мы ничего не понимаем. Здесь, которые ребята продавали. А кто этот? Панадси, что ли, или как? Панадси? Да. Откуда они были? Кто продавали? Они тоже дворником были, в сторону Бутвы работали. Кто они? Откуда? Узбеки. С Узбекистана они тоже, ребята. В своей жизни продали ворованные вещи? Да, ворованные вещи проданы, да. А где этот, который продал человека? Где он был? Сейчас он, когда его поймали, он все там доказал, все им отдал. А потом его вызывали на каждом месте один раз. Чтобы в милицию он проверяли его. Его отправляли. Просто его вину сейчас выходит. Он не спросил или не предупреждал их. Вот за это он, наверное, виноват. Виноват сейчас. А остальные, я не знаю. Ну, вообще, его сын, как вы его давно знаете? Да, да. Два года уже работаем, нормально. А характеризуйте, он может пойти на такое преступление? Нет, нет, нет. Нормально, положительный парень вообще. Вот здесь дворником работал, вот здесь дорожником работал. Можете любого спросить, любого скажет. Он нормально работал, потому что сюда он хотел приезжать. Ну, тоже два слова добавьте, я в чем-то. Ну, я уже знаю, два года я работал, но обдума у меня похудр. Похударьевич. Расскажите, о чем вы парень? Ну, мы, это сервер, я знаю, два года работал, но я хороший парень. А вы же парень, да? Да. Вот такой не может быть. Да. Ну, вот я еще раз, значит, повторюсь, что тут уголовное дело натянуто, искусственно. Я сейчас подал ходатайся, чтобы мне допустили по 49-й статье части 2-й уголовного процессуального кодекса качества защитника. Сейчас ждем конвой, чтобы его привезли с бутырьки. И если я все-таки буду допущен в качестве защитника, я, значит, попрошу суд сделать экспертизу товароведческую этого старого велосипеда. Велосипед, как они говорят, стоил 500 рублей, они поставили цену 3000, по законодательству, если цена украдена менее 1000 рублей, не подлежит возбужденному уголовному делу. Ну, тут, видите, превышено. И потом, значит, почему его закрыли? Он же был под подписки на невыезде, но, как вы мне рассказали, он в январе месяце, не сказав следователю, уехал жениться в Узбекистан. В январе у него была свадьба, и 2-го мая он 4 месяца спустя, после свадьбы, прилетел продолжать работу. Но за это время он был, значит, следователем, подал на федеральный розыск, и, естественно, по прибытию в аропату Дома Дедова он был арестован и препровожден уже сюда, в бутырскую тюрьму. Его сейчас мы ждем, сегодня, вот, первое заседание. Здесь, конечно, нужно было предупредить следователя, что он уезжает жениться, он бы, наверное, дал бы согласие. Даже во время войны, кто-то, если женился, ему хотя бы несколько дней давали отпуск. А сейчас войны нет, я думаю, пошел бы на встречу. И я вот вас попрошу, вот я об этом только что узнал, что он жениться уезжал, вы сегодня позвоните в Узбекистан и сообщите там невестке, пусть она пришлет по электронной почте или по факсу копию свидетельства о регистрации брака. Это будет учредено, это один момент, почему он вынужден был уехать, он тогда не подлежал бы аресту. И второе, значит, будем, как я говорил, просить суд назначить товароведческую экспертизу. И уголовное дело должно быть прекращено, так как цена не достает той планки, на основании чего должно было быть возбуждено уголовное дело. Но сейчас будем ждать и дальше будем продолжать съемку, когда будет так называемый воронок, конвой с подсудимым. Следователи, основатели, они приехали, а там... Документы не взлетли. Судья делал за воронок. Там не судья виноват, там виноват либо доставать, либо след, потому что им двоих дали, а его не дали, они выехали, поехали уже в кладшафту, да. И потом им перезвонили, потому что якобы документы доставили, а не заново за ним поехали. Если я говорил, что я хотел, я не говорил, что у меня был лавок, но я делал за воронок. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok